Лидерство управления Могут оказаться достаточно серьезным вызовом для нас Но этот вызов нужно достойно встретить И дать некий такой ответ На мой взгляд осмыслить сферу лидерства и руководства С богословской перспективы, свежей богословской перспективы Дело очень стоящее Я уверен, что существует множество барьеров Для богословского анализа этой тематики Мы можем говорить о светскости Псевдорелигиозности людей О необразованности невежести О лени О отсутствии условий Но какие бы помехи не были Это достойная задача Осмыслить вопросы богословия и лидерства В такой неком синтезе Один из исследователей Древнерусского христианства, духовности Григорий Георгий Федотов В своем исследовании Святые Древние Руси Сформулировал, что Характеристика древних христиан Славян Это пост И труд Вот такие древнерусские святые Знали жизнь народа Его культуру Хотя они Уединялись для Остяжания Святого Духа И в своей духовной аскезе Древнерусский святой Он не отвергает повседневного труда Не только занимается там студиями Литературы, что было более присуще Средневековым западным монахам Вот старчество в Древней Руси Такой особый институт Преемственности духовных даров Служений мира Это и духовная жизнь Которая является служением Наставления Помощи Сопровождения Духовного для всех людей Ну вот с начала Восемнадцатого века Как отмечает Федотов Келья и скит Они отрезаны от мира И вот получается Что люди богословствующие Не всегда это те люди Которые берут на себя Ответственность за руководство А те люди Которые занимаются Управлением Руководством Теми процессами Не дисциплинированы В достаточной мере Чтобы осмыслить Вопросы богословские И я хочу сказать Что когда поднимается Вопрос о том Чтобы в христианской среде Сейчас я Откомментирую более Евангельскую Протестантскую среду Поднимается вопрос О лидерстве управления Иногда Звучат такие мысли Ну Только давайте Не надо богословия Этому достаточно Вы нам конкретно Скажите пожалуйста Что нужно делать Потому что мы наслышаны Об этом богословии Если богословие О котором люди слышали Не помогает им В практике То может быть Это не то богословие Которое слышали Или может быть Это не те фундаменты Потому что На мой взгляд Не может быть Достаточно богословия Или нужно определиться О каком богословии Мы говорим О какой стезе Богословствования Мы тогда говорим Позвольте мне Рассказать две Истории Первую историю Я слышал от одного Пастора Из Малайзии В свое время Он закончил Принстонский университет Учился в Германии И оказался В Своей стране У него Небольшая община И Условия У него были Такие Что он мог И писать Книги Заниматься Исследованиями Но очень много Проводил время С людьми Служил Людям Душепопечительские Пастырские Встречи Молитвы Посещение Больных Ну и В общем-то Служения Многоразличны Однажды Ему поступил Предложение Из своей Алма-Матерс Принстонского Университета Оставить Пастырское Служение И Возглавить Один из Научно-исследовательских Институтов Принстонского Университета В сфере Богословия И В письме Официальном Содержалась Такая фраза Что Мы хотим Предоставить вам Настоящую Возможность Заняться Богословием Вот Я Слушая Этого Человека Ожидал Ну вот Развития Сценария Какие-то Альтернативы Развития Можно было бы Как-то Предугадать Вот что получилось Он говорит Меня ничего не смутило Не смутило Переезд в США Меня не смутил Даже вопрос Того что я смогу Оставить Пастырское Служение Заняться Академической Преподавательской Работой Меня не смутило То что я В общем-то Оставлю Общину Потому что Подготовлены В общем-то Люди Семья Была готова Я был готов Во всем Меня смутила Установка Постановка Вопроса Наконец-то Ты сможешь Заняться Богословием Вот я Считал Что я Ежедневно Занимаюсь Богословием И наивысшее Проявление Его Богословствования Было Как он Говорит Тогда Когда к бедной Старушке Он ходил Своим Инструментом Сантехническим Отремонтировать Раковину Потому что Делал это Он По богословским Причинам И обоснования Во первых Он знал Он знал Что Бог Творец Желает Чтобы во вселенной Все Работало Хорошо И Бог Из ничего Что-то Создает А у него Были инструменты У него был Объект С чем он мог Поработать Он мог Что-то сделать Созидательно Он знал Бога Который Отвечал На нужды Людей Он знал Бога Который Сострадателен Он знал Бога Который В общем-то Был с ним И говорил Слушай Нас Зовут Только Ты будешь Моими устами Ты будешь Моими руками Давай пойдем Дорогой Ко-пастор Вместе с тобой И поможем Этой старушке И для того Чтобы заниматься Богословием Для этого пастора Не означало Уехать В Принстонский Университет Я Богословское Образование Получил В Санкт-Петербургском Христианском Университете Базовое Богословское Образование Стоим Обучался В семинарии В Канаде Закончил Магистрскую Программу По специальности Библистика Новый Завет Вторую Программу По библистике Ветхого Завета Затем я обучался В государственном Университете Притории В Южной Африке В очной докторантуре Я брал Различные Семинары Курсы Повышения Квалификации Читал Богословскую Литературу Но если честно Признаться Когда я начал Получать Богословское Образование То я должен Наверное Отсчитать Годы назад Например Я мог бы Вспомнить Период Когда моя Бабушка Анна Ивановна Чумак Мне Маленького Мальчику 4-5 лет Может быть 6 Старалась Объяснить На простом языке Что нужно На этой неделе Нам обязательно Еще с одной Бабушкой Пойти Посетить Старушку Со старичком И там Нужно Обязательно На этой Неделе Сделать Уборку Стирку И Очень Классно Было бы Если ты Пошел бы С нами И пока Мы шли С бабушкой На другой Конец Города Она Мне Рассказывала О Боге О Христе И о том Что мы Идем Сейчас Сделать Дело Божье Ради Христа Вот Это Были Мои Не Первые Студенческие Годы Университетские Богословские Это Были Мои Самые Что Не Есть Настоящие Коридоры Богословия Потому Что Богословие Во Первых Это Вопрос Кем Является Бог Кто Есть Бог Антология Бога Второе В богослове Очень важно Как Бог Действует Его Методология Что Он Делает И Каким Образом Но И Третье Это Что Он Хочет От Меня В Этой Жизни Какой Замысел Его Вообще И Как Я Могу Подключиться К Тому Что Он Делает Я Объясняю Что Богословие Это Как Река В Котором Есть Три Течения Подводные Одно Течение Говорит Слово О Боге Ты Что Узнаешь О Боге Второе Течение Это Слово От Бога Ты Не Только Думаешь О Нем Ты Слышишь От Него О Нем А Третье Течение Это Когда Ты Наблюдаешь За Жизнью Видишь Некоторые Люди Живут Как Будто Бог Есть А Другие Живут Как Будто Его Нет Сознание Людей Для Которых Бог Ценен Цена Его Откровения Любая Деятельность Любая Деятельность Нуждается В Духовной Поддержке Со Стороны Богословия Богословия Материнства Богословия Отцовства Богословия Пастерского Служения Богословия Человека Который Занимается Юриспруденцией Музыкант Врач Преподаватель Богословия Воспитания Людей Богословия Профессиональной Деятельности Богословия Лидерства Управления Любая Наша Деятельность Нуждается В духовном Окормлении Иными словами Что бы мы ни делали Вопрос Кто есть Бог И как Он поступает И что Он хочет И как Я могу Быть Соучастником Соработником Вместе С Ним Потому что Бог Есть Богословия Это Мировоззренческий Стержень Лидерства С моей С нашей Христианской Точки Зрения Богословие Должно быть Разумностью Лидерства И руководства Разумностью Дабы мы могли Обосновать И объяснить Почему Мы так Поступаем И когда У нас Нет Этих Обоснований Либо Когда мы Говорим Давайте Мы оставим И Библию Богословские Вопросы В стороне Давайте В общем-то Поговорим Без этого Однажды Мне пришлось Участвовать В разрешении Конфликта Как верующий Человек Мне Оказалось Разумно Помолиться Открыть Священное Писание Потому что Может быть Вот здесь В самом Главном Будет Какой-то Свет Для разрешения Конфликта Другой Человек Верующий Руководитель Говорит Знаешь Закрой Пожалуйста Я Это Все Знаю Но Если Знаем Почему Как Конфликт У нас Возник Значит Давай Мы Мало Знаем Может Что-то Еще Не Знаем Достаточно Может Что-то Бог Нам Может Открыть Прият Приглаш Приглашаем Вас Принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminary.com Богословское Мистическое В лидерстве Руководстве Очень важно Я Видел Как успешно Продвигаются Деловые Собрания Встречи Консультации Совещания Когда люди Говорили Слушайте Все Мы в тупике Не говорим Ни слова Молимся Богу Потому что Нам нужно Черпать силы Разумность От Него Мы Чрезмерно Много Тут И так уж Наговорили Люди Обращаются К Богу А потом Они говорят Слушай В общем-то И так Можно поступить И так И уже Они друг к другу По другому Относятся Бог Своим Светом Своим Добром Своей Истиной На правил В правильное Русло Как мы можем С вами Богословствовать Я думаю Мы должны Отвечать На этот вопрос Очень Ёмко Целостно Без Каких Либо Клише Ну На мой Взгляд Очень Ответственный Подход В богословствовании В вопросах Лидерства Управления Заключается Библейско Богословский Подход Когда мы Обращаемся К Священному Писанию То что Священное Писание Нам открывает Бога Каков Он Как Он Поступает И каким Образом Жили Люди В древности Признавая Что Бог Есть Либо Отвергая Что Он Есть В соработничестве С Богом Либо Жили Без Бога И там Мы сможем Увидеть Закономерности И можем Увидеть Эффективных Неэффективных Руководителей Библейско Богословский Подход Нам Поможет Поставить Какие-то Вопросы Более Я бы Сказал Сфокусированного Порядка Когда мы Можем Например Поставить Вопрос О Сущности Бога И Вместе С авторами Библейских Книг С другими Христианскими Мыслителями Каков Бог И вот Тринитарный Подход Объясняющий Триединство Бога Каков Он Наш Творец Может Нам Помочь Узнать О тех Закономерностях Который Творец Переложил На все Творение По примеру Себя Мы Мы понимаем Бога Через Различные Откровения Бог открывался Многообразно Издревле В пророках Как говорит Один из авторов Нового Завета Новозаветной книги Но В последнее время Он открылся нам В Сыне Своем Единородном Предвечное Слово Лого Стало Плотью И ученики Христовы Потом говорили Что мы Видели Осязали Слышали Вот Христоцентричный Подход К богословию Лидерства Христос Как богочеловек Является Достаточно Интересным Подходом Потому что Мы Во Христе Видим Не только Каков есть Бог Дух Предвечный Кого никто Не видел Но Каков есть Бог В жизни В конфликте В отвержении Во время Того Когда его Предают Во время Того Когда он Собирает Друзей И учеников И последователей Конечно Библия Нам Рассказывает О Различных Великих Людях И Библейско Биографический Подход Очень Интересен Когда мы Изучаем Жизнь Моисея Соломона Давида Неемии Иисуса Новина Иремии Апостола Павла Петра Их Жизнь Их Деятельность Что Происходило В тех Или иных Ситуациях Эти люди Занимали Разные Посты Должности Деятельность Осуществляли Разное Семейное Положение У них Было И мы Можем Увидеть Некую Модель Образ Который Мы Можем Подражать Или Антипример Чего-то Того Что Мы Должны Избегать Мы С вами Живем В Христианском Мире Где Существуют Различные Традиции Христианские И Конфессиональные Традиции И В этих Конфессиональных Динаминационных Традициях Существуют Не только Догматические Особенности Но существуют И особенности Устройства Общин Приходов Которые Принадлежат К этим Церквям У них Есть свое Представление О Боге У них Есть свое Представление По Различным Догматическим Вопросом Но у них Есть свое Представление Как Стоит Руководить Христианской Общиной Они Выстраивают Определенные Модели Менее Более Иерархические Они Выстраивают Какие-то Ценности Которые Имеют Окраску Конфессиональную Мы Мы Сможем Конечно же С вами Расширить Горизонты Своего Представления О Боге Когда мы Смотрим На все Божье Творение На тех Людей Великих В истории Человечества Которым Бог дал Жизнь И сопровождал Их Некоторые Из них Осознавали Это Другие Не осознавали Поэтому Историко-биографический Подход Когда мы Смотрим В жизнь И деятельность Отдельных Политических Деятелей Деятелей Науки Искусства Разных Эпох Особенности Тех Которые Возглавляют Человеческие Коллективы Были Они Священнослужителями Или Они Возглавляли Предприятия Какие-то Организации Может быть Даже Движения Народные Какие-то Ополчения Группы Военные Военные Группы Когда мы С вами Пытаемся Расширить Наши горизонты И обратиться В богословствование Не только К священному Писанию Не только К молитве К Богу Понять Но Стараемся Наблюдать За Жизнью Тогда Перед нами Предстает Такой Целостный Подход Когда мы Интегрируем Наше Восприятие О лидерстве С богословской Перспективы Когда и Прямое И божественное Библейское И общее Откровение Становится Частью Того Как мы Понимаем Бога Как он Действует И как Поступают Люди Которые Следуют За Богом Либо Не следуют За Богом У нас Не так Много Примеров Разработанных Богословских Концепций О лидерстве Возможно Со мной Кто-то Будет Спорить Пожалуйста Но На мой Взгляд Мне Очень Сложно Подобрать Литературу Статьи Которые Систематично Излагали Богословие Лидерство Очень Все Фрагментарно Полтора Года Назад Я был В университете Риджинском Университете Соединенных Штатов Где Школа Бизнеса У них Есть Две Докторские Программы Одна Занимается Лидерством В сфере Бизнеса А другая В сфере Церковного Управления И когда Стал вопрос Вот Если Разработка Разработанная Литература Та Которая Бы На сегодняшний день Являлась Ну В какой-то Мере Стандартным Учебником Нет Но Есть Это Богословие Потому что Есть Жизнь Вопрос Заключается В том Что Мы С одной Стороны Не должны Искать Ну Какой-то Документ Статью Монографию Которая Бы Систематично Нам Объяснила А с другой Стороны Всегда Интересно Видеть Систему Осмысления Богословского Когда Вопросы Лидерства И руководства Они ложатся На богословскую Почву На почву Богословского Осмысления Следующее Наше занятие Которое Мы С вами Проведем Я хотел бы Рассказать Опыт Богословствования Высшей школе Лидерства Несколько Тезисов О том Каким образом Мы Богословски Осмысливаем Вопросы Лидерства Управления В определенной Системе Для того Чтобы показать Как Наши Представления О современном Лидерстве С богословской Перспективы Могут Выстраиваться И на этом Мы Завершаем Это Занятие Продолжение следует... Продолжение следует...